Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Крутые пушки, ускоритель опыта и денег, мощная броня, все это можно купить за реальные бабки, но детально на этом останавливаться не будем. Издатель проекта Mail.ru пока сам не знает, как там что будет устроено. В данный момент вовсю идет закрытый бета-тест, там все игроки получают VIP-статус, а кредиты, которые будут покупаться за живые деньги, время от времени раздаются просто так, чтобы протестировать магазин. Прежде всего нам предлагают создать своего бойца. Именно этот героический фейс вы будете наблюдать, когда окажетесь в пятерке лидеров раунда. Потом начинаются сюрпризы. Нам предлагают выбрать, куда отправиться, либо в классический PvP, либо в интригующий PvE. Последний вариант – это уникальная фишка игры, на которую разработчики делают особый упор. Тут вместе с группой товарищей надо выполнять поставленные задачи, зарабатывая за успех короны. Это такой вид валюты, за которую покупаются самые мощные пушки и снаряжения. Режимов PvE немало. Надо отбиваться от наседающих толп врагов, пробиваться к точке эвакуации, сопровождать конвои, уничтожать вертолеты и гигантских роботов. Разработчики сочинили хитрый алгоритм, который каждый день конструирует новые миссии, так что скучать не придется. PvE на самом деле отличный режим для старта. Тут можно потренироваться в стрельбе, освоить принципы игры. Ну и главное – отработать командные навыки боя. Уровень сложности в PvE высок, так что необходимы слаженные действия. Медик должен вовремя лечить и оживлять, инженер чинить броню бойцов, снайпер поддерживать огнем и так далее. Режимов PvP тоже немало, но они привычные. Командный бой выигрывают те, кто настреляет 150 фрагов. Штурм, захват и защита точек. Подрыв, одни закладывают бомбу, другие им мешают. Мясорубка, сумасшедшее мясо, где каждый сам за себя. Захват, вариант Capture the Flag, но надо таскать ракетные коды. Наконец, уничтожение, где надо либо убить команду врага, либо нанести три авиаудара. Несмотря на то, что все режимы разные по задачам, в Warface все скатывается к безумным перестрелкам, а побеждают чаще всего те, кто раньше расстреляет вражеский отряд. Никаких командных действий в ЗБТ не замечено, к чему, правда, располагает и сама игра. Во-первых, карты небольшие, так что бой закипает через несколько секунд после выхода с респауна. Обычно команды встречаются где-то в центре, закидывают друг дружку гранатами, дальше начинается пальба. Во-вторых, один умелый и меткий игрок – страшная сила, ему и команда особо не нужна. При определенной удаче Рэмбо может выполнять цели в одиночку, плюс набивать очки и опыт на фрагах. В итоге каждый воюет сам за себя, хотя у разработчиков, кажется, были иные цели. К примеру, на картах немало мест, куда можно забраться только с помощью товарища по команде. Опять же разделение по классам. Медики лечат и оживляют, штурмовики могут раздавать боеприпасы, инженеры чинить броню. Но в реальных стычках на это забивают, и все скатывается к беготне и пальбе. Возможно, в дальнейшем ситуация выправится, но пока что нагибает та команда, где лучше стрелки и круче пушки. Все бойцы противника убиты, мы победили. Так как у нас тут в некотором роде РПГ, то за успехи в бою выдают опыт, деньги, плюс зарабатывается снаряжение. Новые плюшки открываются любым классом. Снайпер может набить пушку для медика, штурмовик броню для инженера и так далее. Главное выбрать поставщика товара. Но открытые предметы поступают только на склад, а вот покупаются они индивидуально для каждого класса. Расплачиваться предлагается варбаксами, которые зарабатываются в сражениях. И куда их потратить, вопросов нет. Некислый набор пистолетов, автоматов, дробовиков, плюс броня. Разнообразные шлемы, перчатки, сапоги, бронежилеты. Доспехи необходимы и не раз спасут жизнь. Кроме того, приходится регулярно чинить потрепанную амуницию. В общем, деньги утекают быстро, так что воевать придется много. Несмотря на ряд обоснованных претензий, на сегодняшний день Warface лучший бесплатный онлайновый шутер. В первую очередь, разумеется, в плане графики. CryEngine 3, конечно, способен на большее, однако в Warface все выглядит очень достойно. Приятные модели персонажей, разнообразные спецэффекты. Графика тут на голову лучше того же Point Blank или Crossfire. В плане геймплея тоже все неплохо. Разнообразные игровые режимы, интересные фишки вроде подкатов и подсадок, внушительная система развития персонажей. Опять же интересен PvE-режим, который в будущем будет только развиваться. Warface найдет своих игроков и их будет немало. Пока что игре ощутимо недостает осмысленности, тактики. Все слишком сумбурно и хаотично. Но вполне вероятно, спустя некоторое время разработчики приведут баланс в норму. А в игру придут бойцы, умеющие работать в команде. И тогда у Warface есть все шансы надолго закрепиться на рынке. Посмотрим, что получится. Ну а мы, скорее всего, вернемся к игре, когда она выйдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова